Вот я счастлив открыть наш очередной форум. К слову сказать, конференция проходит при поддержке деканата философского факультета и декан факультета Елена Валерьевна Сухошина просила передать, что она, не будучи сама аналитическим философом, не будучи философом вообще, она как бы спрашивает. Она специализируется на соцработе, но она со стороны наблюдает за жизнью нашего сообщества и восхищается тем, как у нас получается здорово, так неформально, подружески, на основе семейственности и кумовства, в хорошем смысле, эту самую истину искать и даже находить. Она просила передать свое приветствие вам. Я передаю и совершенно разделяю ее оценку и восхищение нашим заобществом. И не буду больше занимать наше время, нас ждет такой комплексный интеллектуальный обед, ну в смысле пиршество. И давайте уже приступим к этому замечательному делу. И наш первый докладчик сегодня Ольга Козырева, Екатеринбург. Свою тему она назовет сама. Пожалуйста, Ольга. Спасибо большое. Всем еще раз добрый день. Спасибо большое за приглашение выступить меня на конференции с пленарным докладом. Тема моего доклада, как вы можете видеть на презентации, называется «Проблема референции. Я». И в сегодняшнем выступлении я бы хотела сосредоточиться на том, как же ставится проблема референции местоимения первого лица единственного числа «Я» и какое интересное небольшое следствие из различных постановок этой проблемы можно вывести для теории Декарта. В соответствии с этим мой доклад будет структурирован следующим образом. Сначала я рассмотрю подход, согласно которому «Я» в принципе не является референциальным выражением, а затем обращусь к трем другим подходам, согласно которым «Я» все-таки является референциальным выражением. Это логикосемантический подход, интенциональный и конвенциональный. Ну а в завершение уже перейду к тому небольшому обещанному следствию для теории Декарта. Итак, современное представление о местоимении первого лица единственного числа, то есть местоимении «Я» предполагает, что оно является индексикалом. Индексикалы – это такие выражения, чья референция зависит от контекста употребления данных выражений. То есть если я, Ольга Козырева, делаю высказывание, что я устала, то «Я» в данном высказывании будет указывать на меня. Если то же самое высказывание сделает какой-либо другой человек, то «Я» в нем уже будет указывать на него, а не на меня. Другими словами, «Я» может указывать на различных индивидов в различных контекстах. Но при всем при этом значение индексикала остается неизменным и фиксировано. Независимо от того, в каком контексте данный индексикал у нас встречается. То есть при стандартном употреблении «Я» обычно означает «говорящего», то есть того, кто говорит «Я», произносит «Я», делает высказывание с «Я» и так далее. Тем самым, делая подобное высказывание, он, собственно говоря, и указывает на себя. Такое традиционное понимание значения «Я» предполагает, что мы включаем индексикал «Я» в частности в список референциальных выражений наряду с именами собственными и демонстративами, ну а также, возможно, с определенными дескрипциями, если мы считаем их не только квантифицирующими выражениями, как Рассел, а, например, различаем употребление на референциальное и атрибутивное, как делал Доннелл. Ну и, собственно говоря, если мы считаем, что «Я» в данном случае и другие индексикалы – это тоже референциальные выражения, то, конечно же, возникает проблема референции «Я». Первый подход, который мне бы хотелось рассмотреть, который называется антиреференциальный подход, связан в первую очередь с именем Элизабет Эннском. И этот подход я выбрала первым в качестве рассмотрения для того, чтобы посмотреть на такую точку зрения, которая не столько отрицает, что объектом референции «Я» не является, например, картезианское эго и так далее, сколько посмотреть на такую точку зрения, которая считает, что функция «Я» в языке в принципе не состоит в том, чтобы осуществлять сингулярную референцию. Ну, так как Энскоп утверждает, что «Я» не является референциальным выражением, собственно говоря, особенность этого термина состоит в том, что у этого выражения отсутствует референция как таковая, но имеется вместо нее только правило употребления. Ну, соответственно, если мы выбираем такой подход антиреференциальный в духе Энскоп, то под вопрос попадает вообще сама возможность постановки проблемы референции «Я». Если «Я» не референциальное выражение в принципе, то никаких проблем с референцией у него, соответственно, нет. Иначе можно сформулировать, что смысл моего обращения к данному подходу, он как раз-таки связан с тем, чтобы выяснить, адекватна ли вообще в принципе постановка вот такой проблемы референции «Я». То есть прежде чем переходить к способам постановки этой проблемы и вариантам ее решения, необходимо выяснить, а вообще имеет ли смысл такую проблему ставить. И вот первый подход антиреференциальный, в общем-то, отвечает на этот вопрос отрицательный. Энскоп приходит к такому выводу о том, что «Я» не является референциальным выражением в результате неудавшейся попытки свести «Я» к одному из существующих типов референциальных выражений. В первую очередь она рассматривает имена собственной и демонстративы. Основная сложность заключается в том, что «Я» в отличие от всех предыдущих выражений, то есть от имени собственного или демонстратива, всегда имеет гарантированную референцию, то есть оно никогда не может оказаться пустым термином. Если мы рассматриваем «Я» как имя собственное, то тогда истинностное значение выражения «Я устала» и «Ольга Козырева устала» не должны отличаться, ведь «Я» и «Ольга Козырева» являются кореференциальными терминами в данном случае. И Энскоп формулирует следующее правило, которому должно подчиняться функционирование «Я» как имени собственного, если мы будем его рассматривать именно как имя собственное. Если некоторый «Х» делает утверждение субъектом, которых выступает «Я», то эти утверждения будут истинными тогда и только тогда, когда предикаты, которые приписываются субъекту в данном утверждении, истинны в отношении «Х». Однако, если мы считаем, продолжает Энскоп, что употребление «Я» схоже с употреблением имени Ольга Козырева, то для того, чтобы наши высказывания с «Я» оказывались истинными, мы должны каждый раз проводить процесс идентификации и затем процесс уже реидентификации, то есть повторной идентификации того самого объекта, к которому мы применяем наше имя, то есть какому-то конкретному индивиду, которого мы называем Ольгой Козыревой и который может употреблять «Я» в отношении себя. Но очевидно по заявлениям Энскоп, что это не так. Так, высказывания от первого лица, то есть высказывания с «Я» отличаются от высказываний от третьего лица, то есть там, где «Я» отсутствует, как раз таки тем, что они не требуют реидентификации объекта, который делает это высказывание, то есть нас самих. Если мы попробуем свести «Я» к указательному местоимению «Этот», то есть попробуем рассмотреть вариант, что «Я» является демонстративом, то тогда мы понимаем, что в случае с указательным местоимением «Этот» возможна ситуация, когда мы можем указать на какой-либо объект, назвав его этим, сопроводив, опять же, указательным жестом, но фактически данный объект будет отсутствовать. Например, я могу указать на сейф, в котором, как я считаю, лежит 100 миллионов долларов, и произнести фразу «Это поможет нам избежать правосудия», подразумевая как раз таки под этим вот те конкретные денежные знаки, купюры, которые находятся в данном сейфе. Но я еще не знаю, что сейф был ограблен, и сейчас там пусто. В итоге использованное мной указательное местоимение не выполняет свою функцию, то есть оно указывает на объект, который по факту отсутствует. Когда же агент произносит или мыслит «Я», самого факта произнесения или мышления как раз таки оказывается достаточно для того, чтобы стало понятно, что референт «Я» при совершении данного акта все-таки присутствует, в отличие от ситуации с демонстративом. И на слайде я как раз таки попыталась кратко реконструировать тот аргумент, то рассуждение, которое предлагает Энстоп, чтобы показать, что «Я» невозможно свести ни к имени собственному, ни к демонстративу. Собственно говоря, основная здесь посылка будет о том, что если выражение является именем собственным либо демонстративом, то оно не может быть пустым термином. Точнее, оно может быть пустым термином. «Я» как раз таки пустым термином не может быть, и, соответственно, мы тогда не можем свести «Я» к одной из этих двух групп. Второе рассуждение, которое предлагает Энстоп, оно призвано продемонстрировать, что если же мы все-таки попытаемся найти какой-либо референт «Я», то это в любом случае наша попытка закончится только тем, что мы в качестве референта укажем на картезианское эго. Так как если референциальное выражение должно иметь в качестве референта какой-либо объект, то физическое тело человека не сможет выступать таким объектом, по крайней мере, потому что мы можем помыслить себе ситуацию, как называет Энстоп, это ситуация сенсорной депривации, когда, например, агент может не ощущать своего тела под воздействием тотальной анестезии. Например, он не ощущает своего тела, но в то же время он способен мыслить какое-либо утверждение, в котором используется местоимение «Я». И вот Энстоп приводит такой пример. «Я не позволю, чтобы подобное случилось со мной еще раз», то есть отсылая к всей этой ситуации сенсорной депривации. Фактически Энстоп в данном случае опирается на допущение о том, что указывать на объект можно только тогда, когда он тебе дан непосредственно, и раз агент не может указать на свое собственное тело при помощи «Я», потому что в данный момент под воздействием анестезии тело ему не дано, остается в качестве референта «Я» только картезианское эго. То есть фактически с точки зрения Энстоп Декарт был прав, говоря, что «Я» отсылает к чему-то нефизическому, просто потому что больше ни к чему другому оно отсылать не может, если мы считаем, что «Я» – это все-таки референциальное выражение. Но, как говорит Энстоп, такой вариант нас не может устраивать, потому что постулирование различных видов картезианского эго не очень удачный вариант для построения какой-либо теории. Ну и, собственно говоря, в результате вот этих двух рассуждений она как раз-таки приходит к выводу о том, что мы должны либо принимать существование картезианского эго, что является нежелательным, либо нам придется отказываться от того, чтобы считать «Я» референциальным выражением. Ну и, собственно говоря, вот на втором слайде я представила тоже попытку краткой реконструкции ее аргумента относительно того, почему же все должно заканчиваться нефизическим эго. Тем не менее, к такому подходу Энстоп можно привести несколько вариантов возражений. Когда Энстоп говорит, что «Я» можно свести либо к именам, попробовать свести либо к демонстративам, демонстративам, она также упоминает определенные дескрипции, но в большей части сближает их с именами собственными, поэтому не рассматривает так подробно. Соответственно, когда она говорит, что «Я» можно свести либо к демонстративам, либо к именам собственным, она, в принципе, забывает о том, что «Я» может быть индексикалом. То есть не обязательно «Я» должно быть только демонстративным или только именем собственным. Собственно, вот эта разница между индексикалами и демонстративами, она возникла уже благодаря работам Дэвида Каплана, и разница между тем, какое выражение является индексикалом, а какое является демонстративом, состоит в том, что для успешной референции в контексте каком-либо демонстративу, опять же, например, указательному местоимению «это», «это», ему требуется дополнительный элемент, некоторое дополнительное действие со стороны агента, например, какой-то указательный жест на вот этот объект, который наш агент именует «это», потому что в противном случае без этого указательного жеста окажется, что совершить данную референцию будет несколько сложно. Как выбрать, про какой объект, например, в данной аудитории идет конкретная речь. Второе возражение, которое можно привести, состоит в том, что способ данности объекта референции агенту предполагает фрегианское понятие «смысл». На данное возражение, в принципе, указывает, по крайней мере, я впервые встретила о том, чтобы про это возражение было сказано, указывает вот «эроскараццо». Соответственно, если мы не принимаем фрегианский подход, опять же, на основании множества возражений ему, и делаем выбор в пользу теории прямой референции, то посылка о том, в рассуждении ЭНСКОП о том, что способ данности объекта референции агенту, в общем-то, детерминирует то, какой объект может ему быть дан, то, соответственно, данная посылка оказывается ложной. Ну и также, на мой взгляд, можно привести и третье возражение о том, что, собственно говоря, данный аргумент сенсорной депривации, про который говорит ЭНСКОП, он не дает надежного обоснования последней посылке, потому что те или иные все-таки мысленные эксперименты, которые опираются на данные, которые могут подтвердить или опровергнуть только естественные науки, не должны, на мой взгляд, приниматься в качестве стопроцентного доказательства в пользу того или иного тезиса, пока мы не получим какого-то все-таки результата, какого-то ответа вот этих самых естественных наук. Таким образом, мы можем сказать, что рассуждения ЭНСКОП, вот эти два рассуждения, которые я представила, они не доказывают однозначно, что я точно не является референциальным выражением, и постановка проблемы референции «я» оказывается бессмысленной. Соответственно, раз успешность антиреференциального подхода доказана не была, можем тогда попробовать перейти уже к следующим подходам, которые являются референциальным. Первый подход, который я хотела бы здесь рассмотреть, это подход уже упомянутого мной Давида Каплана, логикосемантический подход. В рамках этого подхода «я» является референциальным выражением, как уже понятно, и, соответственно, Каплан определяет «я» как, опять же, чистый индексикал для того, чтобы отличить его от демонстратива. Ну и используется данный чистый индексикал как раз-таки для прямого указания на индивида в соответствии с зафиксированным правилом употребления данного выражения, то есть того, к кому употребляется наше «я». И не будучи демонстративом, соответственно, никаких дополнительных внеязыковых указаний типа жестов в данном случае не требоваться. Но и основное правило, которому подчиняется «я», согласно Каплану, это о том, что в каждом высказывании «я» указывает на того, кто сделал это высказывание, то есть, например, на говорящего, на спикера. Так как сам Каплан является сторонником теории прямой референции, вот, собственно говоря, и он понимает, что референциальное выражение это такое выражение, которое указывает на объект напрямую, без посредничества, например, фрегианского смысла. С формальной точки зрения референциальные выражения, они представляют собой свободные переменные, они встречаются в пропозициях, ну и когда мы встречаемся с индексикалами, с какими-либо, опять же, прямыми референциальными терминами, мы попадаем в сингулярные пропозиции, которые понимаются у нас не как упорядоченные пары, в смысле, опять же, фреги, что есть некоторый смысл, смысл понятия и свойства, а как упорядоченную пару самого индивида и свойств. И, соответственно, референциальное выражение напрямую указывает на этого индивида. Для того, чтобы, собственно говоря, представить удовлетворительную семантику для индексикалов и демонстративов, Каплан сначала вводит различия между контекстом высказывания и условиями оценки высказывания. Контекст высказывания – это фактически некоторая возможная ситуация употребления высказывания, в которой наличствуют 4 параметра, иногда говорят 3, убирая возможный мир. Эти основные параметры – это все-таки агент, место и время. Условия оценки высказывания – это те фактические, контрфактические ситуации, в которых мы будем искать экстенсионалы наших высказываний. В каком-то смысле это просто понятие возможного мира, как мы его знакомы с ним укрепки. Далее Каплан различает два смысла, два понятия значения. Первый смысл – это характер выражения, второй смысл – это содержание выражения, ну или высказывание. Соответственно, характер – это некоторое языковое значение выражения, которое представляет собой правило его употребления. По-другому Каплан говорит, что характер – это определенная функция, аргументом которой является контекст, а значением – содержание. То есть фактически характер – это то правило, которое не изменяется при контексте высказывания. Именно оно определяет то, каким же будет содержание нашего высказывания в каждой определенной возможной ситуации. Ну а, соответственно, содержание высказывания – это то, что высказывается в каждой конкретной ситуации, ну или по-другому пропозиции. И, опять же, возвращаясь к функциональному определению, содержание – это функция, аргументом которой являются условия оценки, а значением – экстенсионал. То есть фактически вот это введение, различие между контекстом и условиями оценки Каплану как раз и нужно было для того, чтобы правильно определить, удобно определить, что же такое характер высказывания, а что же такое содержание высказывания. Собственно говоря, если мы говорим, что значение индексикального выражения понятого нами как характер, говорит нам, как содержание слова или фразы детерминировано контекстом употребления. Когда же мы встречаемся с неиндексикальными выражениями, мы понимаем, что значение или характер этих выражений оказываются неизменными. Они выражают одно и то же содержание в различных контекстах. Индексикалы же, напротив, выражают различное содержание в различных контекстах. Опять же, в зависимости от того, в какой контекст мы попадем. Именно поэтому индексикалы и называются контекстно-зависимыми выражениями. То есть функция характера индексикала выдает нам на выходе различные значения в зависимости от различных аргументов, которые мы берем. Теперь, если мы хотим наконец-то определить, в чем же состоит тогда характер я, то мы можем сказать, что я – это функция, аргументом которой является агент, совпадающий в случае Каплана с индивидом, делающим высказывание, то есть некоторым говорящим, например. Значением же этой функции будет являться референт. Необходимо отметить, что в семантике Каплана существует явное понятийное различие между агентом, то есть это, собственно говоря, логический параметр, говорящим, то есть тот, кто делает высказывание. Это фактически реальный человек, реальный индивид, который что-либо произносит или пишет. Ну и, соответственно, референт, которого мы пытаемся выяснить. Это, в общем, наше содержание лексикального выражения. Однако, как следует отметить, в случае с «я» для Каплана не существует таких ситуаций, в которых референт и индивид, делающий высказывание или говорящий, не совпадают. То есть фактически можно описать подход Каплана через три итожительства, которые я представила на слайде. То есть агент – это референт, агент – это тот, кто делает высказывание, говорящий, ну и референт, соответственно, всегда тождественным делающему высказывание. Таким образом, «я» всегда указывает на того, кто делает высказывание. То есть референтом «я» всегда является тот, кто это высказывание делает. Но, несмотря на, казалось бы, интуитивную очевидность такого заключения, оказывается, что существуют феномены, с которыми подход Каплана не справляется. И, в частности, одним из первых феноменов, который, в общем-то, показал некоторую ограниченность подхода Каплана, идет феномен автоответчика, то есть ситуации, когда мы можем записать сообщения, и впервые об этом заговорил Алан Сиделл. Сиделл обращает внимание на то, что высказывание «я сейчас здесь» должно быть универсально истинным. Собственно говоря, в этом и заключается смысл подхода Каплана, так как референтами «я сейчас здесь» является тот, кто делает высказывание, говорящий место произнесения высказывания и время произнесения высказывания. Но, тем не менее, мы все знакомы с автоответчиками на стационарных телефонах, на которых может быть записано такое высказывание хозяином дома, то есть владельцем этого самого автоответчика. И высказывание это будет звучать следующим образом. «Я сейчас не здесь», то есть имея в виду, что я сейчас отсутствую дома. Судя по форме этого высказывания, оно не может быть истинным. То есть если «я сейчас здесь» у нас является универсально истинным, то «я сейчас не здесь», таким быть не может. Тем не менее, мы интуитивно понимаем, что такое высказывание все-таки будет являться истинным, так как тот, кто записывал это высказывание, хозяин дома, владелец автоответчика, на самом деле в данный момент, когда мы ему звоним и слушаем вот эту фразу на автоответчике, действительно не находится здесь, то есть дома. И можно представить ситуацию обратно, то есть можно записать на автоответчик стационарного телефона высказывания «я сейчас здесь», и тогда оно окажется ложным каждый раз, когда хозяин дома не будет находиться дома. Ну и, соответственно, Сидел предлагает следующее рассуждение, которое я тоже представила на слайде. То есть первые три посылки – это фактически выражение подхода Каплана. То есть «я» указывает на того, кто сделал это высказывание на говорящего, здесь на место, где было сделано высказывание, сейчас на время, когда было сделано высказывание. Соответственно, само вот это высказывание «я сейчас здесь» истинным будет тогда и только тогда, когда сделавшее это высказывание находится в месте произнесения высказывания и в момент произнесения этого высказывания. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что во время произнесения высказывания говорящий, тот, кто совершает высказывание, всегда находится в том месте, где это высказывание произносится. То есть высказывания «я сейчас здесь» всегда истинны в момент их произнесения, а высказывания «я сейчас не здесь» всегда ложны в момент их произнесения. Однако феномен автоответчика нам как раз-таки демонстрирует, что некоторые все-таки случаи употребления высказывания «я сейчас здесь», «не здесь» все-таки оказываются истинными в момент произнесения. С точки зрения Сидела мы можем попробовать решить парадокс автоответчика, попробовав отказаться от посылки пятой по нумерации, которая была, то есть утверждать, что агент все-таки не всегда находится в месте произнесения высказывания в момент совершения высказывания. Это мы можем сделать, если мы попробуем выделить особый класс высказываний, как он их называет, отложенные высказывания. То есть высказывание на самом деле имеет место не в момент записи на автоответчик, а в момент прослушивания этой записи звонящим человеком. Соответственно, как пишет CEDEL, способность делать отложенные высказывания позволяет нам находиться в местах, которые отличны от мест, в которых делаются эти высказывания, даже в тот момент, когда мы фактически это высказывание делаем. То есть решение CEDEL все-таки полностью сохраняет подход ко плану, то есть ни одна из первых трех посылок не отвергается, но, соответственно, как только мы допускаем возможность существования отложенных высказываний для индексикала здесь, то есть как раз-таки то, что предполагает сделать CEDEL, то есть мы фактически допускаем наличие некоторого временного промежутка между записью высказывания и прослушиванием высказывания. И самым моментом произнесения высказывания мы будем называть момент именно прослушивания записи, а не момент совершения этой записи. В общем, как только мы начинаем допускать такую возможность существования отложенных высказываний с индексикалами здесь и я, то тут уже, собственно говоря, начинает возникать проблема референции я. Существуют различные варианты, вариации этого затруднения относительно я, но я буду опираться на вариант, который предложен РСМ Карацией. И вот мы можем назвать это некоторым парадоксом, оставленным на двери записки. Предположим, что Юрий сегодня не в университете, у него есть свой кабинет, и так как студентам постоянно от него что-то нужно, они все ходят и стучатся к нему в двери, пытаясь заглянуть и, не знаю, подписать какие-нибудь очередные бумаги. Ну, Сью, которая коллега Юрия, видит, что поток студентов к его кабинету не заканчивается и, соответственно, решает упростить жизнь студентов и повесит на дверь его кабинета записку со словами «я сегодня не здесь». Соответственно, мы понимаем, то есть наша языковая интуиция нам подсказывает, что если мы увидим данную записку, висящую на двери кабинета Юрия, то «я» будет отсылать к Юрию сегодня, соответственно, к дню, когда его нету, ну и здесь, соответственно, к кабинету. Ну, сосредоточимся в данном случае на Юрии, так как нас интересует референция «я». Соответственно, студенты тоже прекрасно понимают, что референтом «я» в данной записке является Юрий, они перестают стучаться в дверь и, в общем, ситуация в университете успокаивается. Но проблема заключается в том, что Юрий на самом деле это высказывание не делал. А если мы сохраняем подход Каплана, мы помним о том, что с точки зрения Каплана у нас и агент, и делающий высказывание, и референт должны быть одним лицом, то получается в данном случае, что референтом является Юрий, а делал высказывание – не Юрий. Мы можем попробовать решить этот парадокс в стиле Сидела и сказать, что просто такое высказывание является тоже отложенным высказыванием. Но проблема заключается в том, что в случае с парадоксом автоответчика откладывал высказывание фактически один и тот же индивид, то есть хозяин этого автоответчика, хозяин дома. Он записал это выражение, отложил его до момента прослушивания и затем как бы уже наконец-то сделал высказывание, когда ему позвонили. То в случае с парадоксом, оставленной на двери записки, оказывается, что референт, опять же, и делавший высказывание – это разные люди. То есть Юрий никакого отношения к записке, которую прикрепили ему на дверь его кабинета, вообще не имеет. Он вполне возможно даже не знает о том, что она там висит какое-то время. Соответственно, мы понимаем, что интуитивно, очевидно, если мы продолжаем поддерживаться подхода Каплана о том, что Юрий является референтом, и он же должен быть говорящим, но получается, что если мы посмотрим на реальную ситуацию, мы увидим, что делавший высказывание, то есть говорящий, по факту с Юр. Но мы же понимаем, что как нам прийти к референту с точки зрения Каплана? Мы должны загрузить функцию «я», аргумент «агент» и, соответственно, получить на выходе референта. В таком случае, если сделала высказывание с Ю, то с точки зрения Каплана референтом тоже будет являться с Ю. Но мы же понимаем, что «я» в записке указывает на Юрия. В противном случае референтом становится с Ю. Тогда зачем с Ю вешала эту записку на дверь кабинета Юрия? Соответственно, если мы остаемся в рамках подхода Каплана, то у нас возникает либо возможность делать высказывания, в которых «я» не отсылает к нам самим, то есть со стороны с Ю эта возможность появляется, либо мы, собственно говоря, если мы так делаем, как с Ю, то мы тогда нарушаем правила употребления «я», потому что оно нам говорит, что «я» употребляется по отношению к тому, кто это высказывание делает. Либо, с другой стороны, у нас возникает возможность делать высказывания от первого лица, даже не зная о том, что мы делаем эти высказывания, и вообще не участвуя в самом акте произнесения этого высказывания. То есть эта возможность возникает со стороны Юрия. Ну и в том и в другом случае оба этих варианта оказываются не очень удачными. Что можно сделать, как можно попробовать выбраться из этой ситуации, из этого затруднения? Можно попробовать отказаться, соответственно, от утверждаемого Капланом тождества между агентом и делающим высказывания. Если нам это удастся сделать, то мы сможем решить парадокс оставленной записки и сохранить его, в общем-то, интуитивное решение, что референтом является Юрий, а говорящим, то есть делавшим высказывания, все-таки остается Сью. Вот отказ от тождества между делающим высказываниями и агентом, то есть вот этим контекстуальным логическим параметром агентом, это основной тезис интенционального подхода. Основной сторонник этого подхода, автор этого подхода, Стефано Придели, вот он разрабатывает данный подход применительно к индексикалу сейчас, но результаты, в общем-то, и общую такую направленность данного подхода можно, соответственно, применить и к я, и попробовать решить парадокс оставленной записки. Оригинальная версия затруднения, которую предлагает сам Придели для демонстрации ограниченности подхода и Сидела, и, как следствие, самой семантики Каплана, следующая. Предположим, опять же, что Джон предполагает, что его жена вернется домой в 6 вечера, и в 4 часа дня он пишет ей записку, оставляет дома и говорит, что я сейчас не здесь. Имея в виду, что в 6 вечера, когда жена обычно возвращается домой, она прочитает эту записку, и в это время он как раз-таки будет отсутствовать дома, то есть фактически это утверждение будет истинным. Однако жена опаздывает, Джон об этом не знает, она возвращается домой только в 10 вечера и уже в это время читает оставленную записку. Возникает вопрос, на что же тогда указывает в данном случае здесь, на 6 вечера или на 10 вечера. С точки зрения Придели, сейчас в записке Джона необходимо интерпретировать значение индексикала сейчас, референт его, как время, не то время, в которое эта записка фактически была прочитана, то есть в 10 вечера, а на то время, в которое она должна была быть прочитана согласно предположению Джона, то есть все-таки в 6 вечера. Соответственно, Придели пишет, адекватное объяснение записанных на автоответчик или оставленных на бумаге сообщений должно принимать во внимание координаты, которые предполагались говорящим в качестве релевантных для семантической оценки его сообщений. Собственно говоря, мы должны в данном случае обращать внимание на тот контекст, который предполагал сам делающий высказывание. И Придели именует контекст такими параметрами, то есть параметрами, которые релевантны для семантической оценки, контекстом интерпретации или интенсиональным контекстом. И этот контекст необходимо отличать от контекста высказывания. То есть по факту высказывание произошло в 10 вечера, когда жена прочитала записку, но, собственно говоря, контекст интерпретации нам подсказывает, что все-таки референтом сейчас будет 6 вечера. Опять же, Придели указывает, что с семантической точки зрения интерес будет представлять всегда контекст, в котором не фактически было сделано высказывание, а контекст интерпретации, то есть контекст, в котором предполагалось, когда будет сделано данное высказывание. Соответственно, возвращаясь к парадоксу автоответчика Сидел. Когда я записываю фразу на автоответчик, что я сейчас не здесь, у меня есть определенная интенция, то есть включается этот самый интенциональный контекст, и я заранее предполагаю, в какой момент времени будет оцениваться мое высказывание. Да, этот момент времени неопределенный, но он в любом случае будет отличен от того момента времени, в который я это высказывание фактически записываю. И этот самый момент времени – это будет момент времени, когда произойдет звонок на мой номер телефона, и звонящий как раз-таки услышит записанное сообщение. Ну и, соответственно, если мы попробовали при интенциональном подходе решить парадокс автоответчика, мы можем попробовать решить и парадокс оставленной записки. Как я уже сказала, в рамках интенционального подхода он будет решаться через отказ от тождества между делающим высказыванием и агентом, и тогда у нас появляются некоторые изменения, вносятся изменения в подход Каплана. Я по-прежнему у нас понимается как функция, аргументом которой является агент, значением референт, но в отличие от Каплана, когда у нас все они были тождественны друг к другу, в данном случае агент у нас определяется интенциональным образом, то есть исходя из интенций делающего высказывания. И теперь парадокс оставленной записки. Он как раз-таки решается с точки зрения интенционального подхода за счет того, что мы разрушаем вот это возможное тождество. Сью намеренно, то есть интенционально, создает контекст, агентом которого выступает Юрий, и функция я у нас, получается, берет на входе агента Юрия и выдает на выходе референт, тоже Юрий. Это будет тогда, когда мы будем оценивать именно контекст интерпретации, то есть контекст, который определен теми самыми интенциями Сью, когда она решала, что нужно повесить записку на дверь. Если же мы будем оценивать контекст высказывания, то тогда в этом контексте агентом будет являться Сью, и естественно, что функция я на выходе нам выдаст в качестве референта тоже Сью. И мы вот снова попадаем в этот самый парадокс. Именно поэтому нам необходимо при оценке данного высказывания опираться, сосредотачивать свое внимание не на контексте высказывания, а именно на контексте интерпретации. И в таком случае наше интуитивное решение в данной ситуации, оно сохраняется. Референтом является не Сью, а Юрий, но в то же время делавшим высказывание является не Юрий, а Сью. Тем не менее, несмотря на то, что вроде бы все решается, у интенционального подхода можно выделить несколько основных сложностей. Первая проблема – это проблема неограниченного указания. Она фактически возникает из-за того, что появляется возможность указывать на кого угодно при помощи выражения «я». То есть подход при Дели, интенциональный подход, не предъявляет особых ограничений к использованию «я». То есть в этот раз Сью указала при помощи «я» на Юрия, но ничто не мешает ей взять и использовать этот же способ указания на любого другого индивида, ведь факт указания, ситуация указания, она осуществляется применительно к Сью только на основании ее интенций. Какими окажутся у нее интенции в следующий раз, никто не знает, возможно, даже она сама. Вторая проблема оказывается очень близкой к первой, в каком-то смысле она даже вытекает из нее. Она связана с тем, что у слушателей фактически, у тех, кто расшифровывает эти высказывания, пытается понять референтов наших индексикалов, оказывается, что у этих людей нет доступа к интенциям говорящего, то есть того, кто делает высказывание. И возможны такие ситуации, в которых слушатели не смогут расшифровать предполагаемое говорящим содержание его высказывания. Это, в свою очередь, означает, что содержание оказывается доступным только тому, кто данное высказывание делает. Но это фактически ведет к отказу от тезиса о публичности языкового значения и о том, что, в принципе, язык имеет публичную природу. Соответственно, значение выражения, в данном случае содержание, оно оказывается доступно только тому, кто это выражение использует, так как никакого доступа к интенциям того, кто это высказывание делает, у нас нет. Но, собственно говоря, попытаться справиться с двумя обозначенными проблемами пытается... Последний подход, который я хотела бы рассмотреть, конвенциональный, по-другому можно еще назвать его прагматическим. Это вот подход этого самого эросаккарац. В рамках этого подхода я тоже понимается как функция, аргументом которой является агент, значением референт. То есть это тождество из подхода Каплана, оно у нас по-прежнему сохраняется. Но тождество агента и делающего высказывания обуславливается не интенционально, как было у Придели, а конвенционально. То есть конвенции позволяют перейти от довольно субъективного метода определения агента, то есть интенции говорящего, к более объективному методу. Для того, чтобы разобраться, что это за конвенции такие, как вообще они могут влиять и помогать определять референцию индексикалов, Каратца вводит понятие окружения, ну или, может быть, некоторая окружающая среда, окружающие условия. Это фактически некоторый набор социально разделяемых индивидами убеждений о нашем мире. Сюда может включаться конкретный язык, на котором разговаривают индивиды, например, русский, английский. Сюда может включаться конкретная окружающая среда, в смысле физических объектов. Сюда может также включаться принадлежность индивидов конкретному сообществу социальному и различные другие условия, которые могут влиять, в общем-то, на определение контекстуальных параметров. То есть таким образом именно окружение начинает определять наш конвенциональный контекст. И, соответственно, вслед за контекстом определяются и параметры, то есть агент, время и место. Соответственно, вместо интенционального контекста, про который говорил при Дели, у нас появляется социальный или прагматический или конвенциональный контекст. Ну и, соответственно, по сути, если мы попробуем заглянуть внутрь подхода Каратца, мы увидим, что его идея заключалась в том, что языковое высказывание никогда не происходит только в языковой среде самой по себе. Языковая среда, она оказывается всегда включена в среду социальную, которую невозможно отбросить при определении референтов наших выражений. Неважно, там будут индексикалы или не индексикалы. Ну и, соответственно, по-другому то же самое можно сформулировать, что прагматику от семантики отделять нельзя. В общем, как мы можем тогда, соответственно, с таким подходом решить парадокс автоответчика и решить парадокс оставленной записки. В общем-то, в этих случаях в окружении, про которое говорит Каратца, включается сама ситуация проигрывания сообщения на автоответчике или прочитывания оставленной записки. То есть это некоторые определенные закрепленные социальные практики. Все участники, которые понимают, что происходит в данной ситуации, они понимают значения выражений, которые могут возникнуть в этой ситуации, ну и встретятся в сделанных ими высказываниях в рамках данных ситуаций. И, соответственно, именно социальная практика, именно то, как мы обычно понимаем, что происходит в ситуации прослушивания автоответчика и что происходит в ситуации, когда мы оставляем записку на двери чего-то кабинета, именно вот эта социальная практика, она регулирует то, каким образом нам следует понимать референцию. То есть в случае парадокса автоответчика мы понимаем, что референтом будет являться владелец автоответчика, хозяин дома. Ну и, соответственно, при прочтении оставленных на двери записок референтом является тот, в чей кабинет ведет дверь, на которой была оставлена эта записка. Но тут тоже не все так просто. Основной недостаток конвенционального подхода, на который указывают, он заключается в том, что в рамках этого подхода имплицитно принимается тезис о невозможности успешной коммуникации между говорящим и слушающим, соответственно, между тем, кто делает высказывание, тем, кто его расшифровывает. Если последний, то есть вот этот расшифровщик, слушатель, не схватывает правильную референцию. То есть по-другому при конвенциональном подходе принимается тождество между успешной коммуникацией и схватыванием референции. Но фактически мы понимаем, что мы довольно часто оказываемся в ситуациях, в которых коммуникация происходит и вроде бы происходит успешно и без схватывания референции. Можно было бы попробовать это назвать по аналогии с эпистемической удачей, ситуацией, не знаю, коммуникативной удачей. Когда мы не поняли друг друга, не поняли, о какой референте в данном случае идет речь, например, относительно понятия здесь, встречаемся здесь. Кто-то понял, что здесь относится, не знаю, к этой аудитории, кто-то понял, что здесь относится к другой. Но чисто случайно так оказалось, что мы все-таки в итоге нашлись именно в той аудитории, в которой мы находились одновременно оба. Соответственно, вроде как бы действие оказалось успешным, Коммуникация привела к успешному итогу, но по факту это была чистая случайность, то есть некоторая коммуникативная удача, по аналогии с ситуацией на эпистемической удачей, когда знания нет, а есть чисто случайное истинное убеждение. Также, в общем-то, к еще основной сложности, которая связана с данным подходом, можно отнести то, что само определение окружения оказывается несколько размытым. Опять же, да, насколько я помню, Карацио сближает его с досемантическим использованием контекста у Джона Перри, но, однако, в общем-то, опять же, не совсем понятно, что конкретно тогда мы будем включать в окружение для того, чтобы оно помогало нам определять наши референции. Должны ли мы предоставить какой-то исчерпывающий список этих условий, факторов, или же, может быть, не исчерпывающий и так далее. И также, предполагая, что если мы будем использовать именно социальный контекст, конвенциональный контекст для оценки параметров высказывания, мы фактически, возможно, признаем, что другой язык, то есть какой-либо, не знаю, например, второй язык, который отличается от нашего родного, невозможно выучить, не будучи включенным в ту социальную среду, в которой на этом языке говорят. То есть фактически словаря со значениями слов на другом языке оказывается недостаточным для того, чтобы научиться определять, каким объектом применяются, относятся определенные графические или там звуковые символы. Но очевидно, что это не так. Пусть мы можем даже допустить, что выучить второй иностранный язык на уровне носителя действительно невозможно без нахождения среди этого языка, то есть не только языковой, но и социальный, то есть проживать фактически в среде, говорят на этом языке. То, тем не менее, выучить референцию большинства слов при помощи словаря явно можно. И объяснить это можно, то есть объясняется это не столько тем, что те языки, которые мы чаще всего учим, они просто используются в схожих с нашими социальных контекстах. Ну, то есть, например, если мы говорим на русском языке, изучаем английский, так или иначе, люди, которые говорят на английском языке, в принципе, более или менее находятся в похожем социальной среде, что и мы. Но, тем не менее, мы же как-то изучаем мертвые языки, мы изучаем языки народа, чей социальный уклад, в принципе, довольно разительно отличается от нашего уклада. Соответственно, словарь в каком-то смысле помогает, пусть не полностью охватить все значения слов, выяснить, на какие объекты они указывают, но, тем не менее, часть мы можем это сделать. Соответственно, конвенциональный подход, по всей видимости, такой возможности не допускает. Ну и, наконец, в последние буквально оставшиеся несколько минут я бы хотела сделать вот то самое небольшое следствие для теории Декарта. Ну, первый момент, который мы можем выделить, это то, что Декарте действительно придерживается идеи о том, что я – это референциальное выражение, тут сенско поспорить сложно. В данном случае, как мы к этому приходим, как мы это можем понять на основании интерпретации текстов? Это связано прежде всего с тем, что объект, который именуется я Декартом, это некоторая субстанция, но субстанция всегда должна пониматься относительно Декарта именно в смысле субъекта атрибуции, субъекта предикации. Так как атрибуты не могут существовать самостоятельно, без некоторой субстанции, мы, соответственно, должны допускать существование некоторого субъекта этих атрибутов. Да, в онтологическом смысле субстанция у нас является первичной, атрибуты вторичными, но в эпистемическом смысле познание все-таки эпистемических агентов субстанции начинается именно с познания атрибутов, а не субстанции. Как таковую субстанцию познать-то, в принципе, и нельзя, за исключением познания ее атрибутов. Ну и, наконец, мы можем сделать вывод о том, что Декарте все-таки отрицал тождество между тем, кто делает высказывание агентом и агентом, соответственно. Потому что референтом я в данном случае у нас будет выступать эго, а не физическое тело и не человек в целом. Делающий высказывание, то есть тот, соответственно, кто делает высказывание, это реальный человек, который понимается вот как композит. Из ментального и физического, то есть с души и тела. Да, между ними отсутствует логическая связь, их можно помыслить, как объекты, существующие друг без друга, но между ними существует каузальная связь. Тем не менее, соответственно, когда этот наш человек, композит из ментального и физического, произносит высказывание с я, я в данном случае указывать будет лишь на мыслящую часть этого композита, то есть на то, что можно обозначить как некоторое эго. Но фактически в данном случае у нас и получается, что высказывание делает конкретный человек, то есть воплоти, скажем так, воплощенный в теле. Но референтом высказывания, в котором встречается индексикал я, выступает все-таки не он полностью, целостный человек, а исключительно его ментальная часть. Ну, это такое небольшое заключение, возможно, когда-нибудь я разверну его подольше. На этом я заканчиваю, хотела бы всех поблагодарить за внимание, спасибо большое. Спасибо, Ольга. Очень интересный доклад, очень такой содержательный. И я думаю, у многих есть вопросы или комментарии. Пожалуйста, коллеги, записывайтесь на реплики у меня. Коллеги, кто участвует в зуме в нашем заседании, поднимайте руки, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Позвольте, я начну. Ну, значит, у меня, Ольга, есть одна придирка и одно возражение. Придирка, ну, мелкая, в общем-то, к формулировке. Она состоит в следующем. Вы пару раз сказали, что, согласно Каплану, я эта функция, значением которой является, аргументом ее является агент, значением референт. Ну, мне кажется, что Каплан бы с этим не согласился. Значит, ну, во-первых, что вы имеете в виду под «я»? Ну, видимо, не само слово, да, не саму букву, а что, характер или контент, характер или содержание. Ну, если содержание, то содержание – это функция от возможных миров к объектам. Если характер, то это функция от контекстов к контентам, к содержаниям. Вот, ну, в любом случае, как бы, не от агента к референту, да. Ну, вот, значит, по Каплану «я» – это функция от контекстов к содержаниям. А содержание в случае «я» – ну, «я» – это жесткий десигнатор, поэтому содержание – это функция, которая любому возможному миру ставит в соответствии один и тот же объект, а именно это агент контекста. Вот, поэтому, ну, зависимость от возможных миров здесь такая вырожденная, поэтому можно упростить формулировку и сказать так. Значение слова «я» – это функция, которая каждому контексту ставит в соответствии агента этого контекста. Да? Ну, в принципе, да. Вот, ну, значит, это была придирка, а возражение вот какое. Вы сказали, что феномены, на которые указывают Сидел и Приделли, ну, как-то ставят под сомнение семантику Каплана. Ну, вот, ну, там требует ее как-то модифицировать, да. Вот я этого не увидел. Дело в том, что в обоих примерах семантика Каплана, если я эти примеры правильно понял, используется вот прямо без малейших изменений. Ну, в самом деле, если мы считаем, что записку написал Юрий, значит, это записка про Юрия, что он сейчас не здесь. Если мы считаем, что записку написала Сью, значит, это записка про Сью. То есть, вот студент подходит к двери, читает записку, и дальше он думает, какой здесь контекст. И в зависимости от контекста он понимает, кто это, как бы, и вот эта зависимость от контекста к референту слова «я», она в обоих случаях получается чисто по Каплану. Вот, то есть, мне кажется, что мы здесь должны различать две вещи, собственно, семантику и прагматику. А именно различать, то есть, я думаю, что эти примеры как раз показывают, что это не неразделимое нечто одно, а как раз-таки разделимое. Вот, семантика в обоих случаях получается каплановская, да, и в случае с автоответчиком тоже. Слово «сейчас» и слово «здесь» можно понимать по-разному. И в зависимости от того, как понимает, значит, слушающий эти слова, от этого зависит, как он видит контекст. А от контекста зависит, как он понимает, ну, как бы, это сообщение. Вот, то есть, одно дело – это зависимость содержания от контекста, а другое дело – это как мы видим контекст. И вот первый вопрос – это семантический вопрос, а второй вопрос – прагматический. Читает человек записку и думает, кто это написал, Юрий или Сью. Вот, когда он этим вопросом задается, это прагматический вопрос. И если он думает, что записку написал Юрий, то он поймет определенным образом эту записку, и неважно, писал ли Юрий ее в действительности или нет. То есть, он может в прагматическом истолковании записки допустить ошибку, но при этом применит семантику Каплана. Вот, ну, то есть, я резюме. Вы сказали, если я правильно услышал, вы согласились с Сиддалом и Приделли в том, что эти феномены требуют модифицировать семантику Каплана. Мое возражение состоит в том, что, как мне кажется, нет, не требуют. То есть, примеры полностью с семантикой Каплана совместимы. Спасибо большое за и поправку, и за возражение. Я подумаю подробнее вот на том, как ответить на ваше возражение, потому что мне все-таки кажется, что нет, не должно быть в данном случае просто развлечения двух интерпретаций, прагматической и семантической. Все-таки кажется, что в данном случае они, оказывается, должны быть связаны одна с другой, для того, чтобы можно было нормально с вот этими феноменами автоответчика и оставленной записки, в общем, как-то поработать с ними. Когда вот вы сейчас сказали, что когда студент подходит к двери и думает о том, кто же оставил эту записку, это вопрос прагматический, то есть была ли это Сью или это Юрий. Но если, опять же, как мне кажется, если мы подходим, читаем высказывание и думаем о том, кто его оставил, то есть какова референция «я», это вопрос все-таки семантический. Ведь мы задаемся вопросом о том, к чему это «я» отсылает, на кого оно указывает. Но мы воображаем речевой акт, именно вот как бы написание записки, и тем самым мы воображаем контекст. То есть мы, вот понимаете, я нахожу записку, на которой написано «я голоден», если я не имею ни малейшего представления о том, кто написал эту записку, то я ее не пойму. Ну, то есть не пойму, о ком идет речь. Не поймете референцию. Вы поймете смысл этой записки, но вы не поймете референцию. Потому что я не знаю контекста. Ну да. Вот. И, значит, поэтому, когда я читаю записку, первым делом я задаюсь вопросом о контексте. И то же самое происходит со студентом. Он задается вопросом о контексте. Вот как бы семантика начинается, когда у меня есть контекст, ну, хотя бы предположительно есть контекст, и я в этом контексте понимаю, что означает «я» или «сейчас», или «здесь» и так далее. Вот семантика начинается там, где есть уже контекст. Пока контекста нет, пока я его только пытаюсь найти, контекст, семантики еще нет, есть только прагматика. Вот такая у меня концепция. А у вас? Да, я поняла. Сейчас, секунду, я зафиксирую себе то, что вы сказали. Ну вот как раз-таки из того, что вы говорите, что семантика начинается только с контекста, до этого существует только прагматика фактически. Но на одной прагматике выяснить значение, то есть референтов наших выражений не получится. Собственно говоря, и вот если опираться на то, что считать, что конвенциональный подход, последний, который я рассматривала, который как раз-таки говорит, что семантику от прагматики не следует отделять, то, собственно говоря, ни семантики нет без прагматики, ни прагматики нет без семантики. Контекст не не будет. Ну, конечно. Можно реплику маленькую, совсем проще. Ну, давайте маленькую, и потом у нас еще есть человек записался на вопрос. По поводу того, что прагматика предшествует семантике. Берем тот же пример. Висит записка, написанная рукой СЮ на кабинете Юрия. Я студент. Но так случилось, что я знаю почерк и СЮ, и, соответственно, Юрия. Читая записку, как там было, меня здесь нет, да? Я сейчас не здесь, да? Я узнаю руку СЮ и продолжаю ломиться в кабинет Юрия. Вот, пожалуйста, я прагматику считал, я вижу, что эта рука явно не Юрия. Вот. И как бы все очень просто в этом смысле. Семантика начинает работать после того, как я оценил прагматически, именно контекст, в котором это высказывание делалось. Или записка на принтере распечатана. Тогда такой вопрос. А что помешало СЮ написать, он сейчас не здесь? А еще лучше Юрий. Юрий сейчас не здесь, да, для ясности. Да. Аня, извините, сначала у нас один вопрос в Зуме. Марк, Марк Гончаренко, ваш вопрос, пожалуйста. Да, у меня вопрос, собственно, вот, к той дискуссии уже состоялась между докладчиками вами. Вот у меня как бы в догонку, хотя изначально он у меня возник. Вот где Ольга Александровна считает, пролегает или может пролегать границы между семантикой и прагматикой. Ну, если очень кратко, я буду очень благодарен, не задерживая развитие событий дальнейшем. Спасибо. Соответственно, граница между ними не проходит. Нам будет о чем поговорить в куларах. Аня. Да, ну, у меня короткий комментарий и еще один вопрос, не связанный с комментарием. Комментарий по поводу ситуации со Сью и Юрием. Вообще-то, то, что там происходит, оно называется обманом. То есть Сью, возможно, с самыми лучшими намерениями, она написала записку, которую, если воспринимать буквально, она ложная. И, значит, она достигает своих прагматических целей просто путем подмены контекста. То есть она сама является агентом, но создает такую ситуацию, как будто бы агент Юрий. По обычному языке это называется от лица кого-то другого. Ну и, мне кажется, тут нет никаких сложностей. Просто обман, прагматически оправданный. А вопрос у меня по поводу Декарта. Вот, значит, было сказано, что Декарт не придерживался точки зрения, что агент и говорящий тождественны, потому что, значит, в коги-то-эргосум я указываю на исключительно мыслящую часть агента, а не на композит. Но если, например, рассматривать это высказывание не как высказывание, произведенное каким-то устным или письменным образом, а как мысль, что вообще-то говоря, как бы намекает на что слово коги-то, то тогда все сходится. Мы производим это высказывание исключительно мысленно, и таким образом агент, который производит высказывание, это и есть наша мыслящая часть. Да, в принципе, абсолютно правильно. Собственно говоря, потому что даже если я буду… Тем не менее, тут еще есть небольшой все-таки нюанс, не знаю, важен он или нет, что даже если Декарт, Декартовский, точнее, агент какое-либо делает высказывание о, скажем так, своих физических атрибутах, то есть, например, я хожу, я там читаю, я вижу и так далее, индивид все равно в данном случае не будет делать высказывание о своем физическом теле, о своих физических свойствах. В любом случае он будет делать высказывание о ментальном, так как правильная интерпретация данных высказываний, она предполагает, что сам факт совершения подобных высказываний, ему предшествует некоторая осведомленность агента о том, что он делает. То есть, я не смогу сказать, что я вижу, если я не осведомлена о том, что я вижу. Ну, то есть, вот это самое сознание, самосознание, осознание. И, соответственно, как только к объяснению привлекается вот эта осведомленность, самосознание и так далее, то сразу идет речь и ментально. Даже если я говорю, вроде бы, казалось бы, о физических действиях. Ну, то есть, это вот исходя из того, когда Декарт рассуждает, что неправильно ему было выдвинуто возражение о том, что от «я мысль следовательно существую», можно было бы сказать «я гуляю следовательно существую». Типа, раз есть атрибуты, есть некоторые свойства, модусы, то к ним можно перейти к субстанции. От одной прогулки вы до мыслящей субстанции не дойдете. Собственно говоря, любое высказывание даже о физическом предполагает, что если вы его сделали с учетом, даже, скажем так, с употреблением «я», оно предполагает уже осведомленность агента о том, ну, того, кто делает это высказывание, не в смысле агента, как у Каплана. Он предполагает осведомленность о том, что он все-таки делает. Невозможно сказать, что я читаю, не осознавая, что я читаю. Можно не осознавать, что конкретно я читаю в содержании, но вот акт для того, чтобы сказать, что я что-то делаю, он все равно требует некоторого осознания. Коллеги, есть ли еще вопросы или реплики? Да, пожалуйста, Андрей. У меня такая маленькая простая реплика к началу доклада. Если ее атрибутировать, смотрите, насколько я понимаю, главные, как бы это сказать, опасения, да, и главные тревоги у антиреференциального подхода вызывает то, что «я», оно как бы имеет иммунитет к ошибкам идентификации, правильно? И в этом отношении они как раз отрицают, что это либо имена собственные могут быть, либо, соответственно, демонстративы. В связи с этим такой вопрос. Если можно придумать пример, который демонстрирует, что такого рода «я» иммунитета не имеет, это нам позволит вписать «я» в число демонстративов, либо имен собственных. А пример такой можно, если позволить, я такой пример приведу. Может быть, он просто на коленке придуман, там его можно как-то додумать, да, и сделать его более релевантным обсуждению. Но видится он мне следующим образом. Представьте себе, что я обратился к пластическому хирургу. Я дал ему род, ну, необычное дал ему задание. Я его попросил изменить мне внешность и сделать мне внешность одного из современных, не знаю, приличных философов. Я не уточнил, кого именно. Я просто его попросил. Ну, как бы мой пластический хирург оказался довольно хорошо подкованным в области философии. Он понял, что надо искать среди аналитиков. Значит, полистал соответствующие журналы, там, не знаю, и так далее. Выбрал мне лицо, сделал мне его. После операции я еще себя не видел. Уточняю. Сделали мою фотку. И когда я очнулся после анестезии, мне мою фотку показывают послеоперационную. И спрашивают, кто это? Я отвечаю на это. Я вижу, не знаю, к этому слову. Давайте соло крепкий, предположим. Исходя из этого, если бы я был идеальным познающим, то, в принципе, никто бы мне не запрещал и считалось бы это не абсурдным описать мое убеждение, которое у меня в этот момент имеется, следующим образом, что я – это я, но я не верю, что я – это я. Вот если в этом примере мы полагаем, что я потеряла свой иммунитет, смотрите, я вижу, что это соло крепкий. Очевидно, что я ошибаюсь. Это я сам. Я вижу самого себя. На всякий случай убрал здесь, привел, например, с фотографией, а не с зеркалом, чтобы не вести сюда прагматику, что я не умею с зеркалом обращаться и так далее. Мне именно фотку показали. Вот в этом контексте, как вам кажется, ну вот самого примера, если все-таки удастся, я не уверен, что этот пример достаточно для того, чтобы вот эту торпедировать мысль о том, что я иммунна к ошибкам, но я думаю, что более чем уверен, что можно такой пример подобрать. Если все-таки это удастся сделать, может быть, нам не придется тогда мучиться вот с антиреференциальным подходом, ну и со всеми теми вещами, с Ю, Юрием и прочими проблемами, которые из него вытекают. Если удастся такой пример найти, то тогда да. Но не знаю, вот эту фразу «я – это я, но я не верю, что это я», мне не кажется, что это пример, когда мы якобы совершаем эту ошибку референции. Ну это скорее мета-описание моего убеждения. Когда я уже узнал, что я – это я, ну имеется в виду, что я получил лицо Крипке, а в тот момент, когда я вижу фотку Крипке, которая на самом деле является моей теперь новой внешностью, и говорю, что я вижу Соло Крипке. То есть я ошибся в идентификации. На самом деле я вижу себя. Интеллектуальный хирург зачем? Внешность, внешность, а вне хирург. Потому что сразу я вижу фиксеры, не могу сказать, что это я. Ну, дело в том, что это фотка… Фотка-то… Фотка-то… Если вы знаете, что это вы, совершенно плотно, то я не могу сказать, что это вы. Внутренность перезаписать надо. Дело в том, что фотка-то не Соло Крипке внешности, а фотка моя собственная, поскольку у меня хороший пластический хирург. Вы-то не знаете, не перезаписаны, что это фон Крипке. Хотя все знают, что это вы. Я пытаюсь подобрать, ну, естественно, я пытаюсь подобрать с того фонового знания, которое у меня есть, да, и сказать, кто это. Но, в принципе, я думаю… Смотрите, здесь надо подумать, что над контекстом. Имеется в виду над контекстом, что именно, как раз возвращаясь к прагматике, что именно я принимаю во внимание или беру в расчет для того, чтобы ответить на этот вопрос. Если я полагаю, что у меня, не знаю, там после анестезии пытаются протестировать мое состояние, то есть пришел я в себя или не пришел, это один контекст. Если я понимаю, что хирург пытается как бы похвастаться своей работой, это другой контекст. Он позволит мне догадаться. Я хочу получить некорректный пример, потому что у одного одного я не могу. А я всегда выступаю с мнением кадровых первых лицах. То есть в вашем мнении есть людей на первых лицах, оно обращено к описанию некого внешнего объекта, который не является ни верой, ни в дальнейшем как объектом. Понимаете? И суждение этого, оно, что истинно или нужно, зависит от контекста. Я объясню, когда я говорю, я вижу себя, похоже, он на слоу пик. Это будет истинно, потому что это действительно так. А если я говорю, я вижу слоу пик, и на самом деле я должен видеть себя, но это будет ложь, но я это обращение слоу пик. То есть в том, в иннексте, который у меня будет, и он будет на слоу пик. А, по-моему, у меня было слоу пик, слоу пик. Саня меняет, слоу пик, и я говорю, что это слоу пик. А такая, которая выражает? Ну да, потому что, потому что это уже, как-то такая, может быть. Коллеги, Сергей, я прошу прощения. У нас еще есть несколько минут на дискуссии, но не забывайте, пожалуйста, включать микрофоны, когда вы говорите. Если вы, Сергей, не перед микрофоном, тогда подойдите, пожалуйста. Потому что у нас же еще идет трансляция в Zoom, а там вас не слышно. То есть, говорите, пожалуйста, в микрофон. Возвращаясь к фразу «я есть крипке», я не есть крипке, то есть, поскольку, то есть, мое контрвозражение, то есть, и в поддержку докладчика, что этот пример не относится вообще к делу, которого касается доклад, потому что в докладе под «я» подразумевались высказывания от первого лица, а в примере уже, Андрей, речь идет о высказывании, так скажем, даже не от первого лица, а, скажем так, высказывании агента о внешнем по отношению к нему объекте. А этим объектом может быть и запись, которую он искусственно, скажем так, ну, которую искусственно создали, внешность, которую искусственно смоделировали, все что угодно, хоть улитки и, ну, как бы, вот. Вот такое у меня было контрвозражение, то есть, и в поддержку докладчиков, на мой взгляд. Да, я-то с вами полностью согласна. В принципе, ведь если мы скажем «я» — это «я», мы ничего нового-то не сказали. Другое дело, что есть другое. Вот у меня такой вопрос родился, пока я слушал и обсуждение, и касающийся эго-когита, да, то есть там насколько вообще привлечение картезианского эго в контекст, скажем так, вот современных не является анахронизмом, потому что, насколько я понимаю, эго-когита, там «я» вообще вторично, там первично то, что это когита, да, почему и редуцируется эго, то есть когита-эрго-сум, да, то есть из знаменитой фразы, то есть эго, по сути дела, в массовом сознании же редуцировалось, да когита-эрго-сум, хотя там эго-когита, эго-эрго-сум, то есть я там везде фигурировал. Вот такой вопрос, да, то есть насколько вообще это корректно? Апеллировать или вообще обращаться к Декарту как-то, да, то есть в контексте проблематики аналитической, да, то есть проблематики «я». Как вы сказали? Мне кажется, корректно обращаться все-таки, но обращаться не с целью поиска какой-то, не знаю, сокрытой истины у Декарта, чтобы попробовать, не знаю, внести корректировки в семантику Каплана и так далее. Скорее, наоборот, интересно обратиться с современной точки зрения к Декарту, потому что я встречала такую точку зрения о том, что почему положение «я мысль следует на существу» является базовым и основным положением в философии Декарта, в теории Декарта, потому что это именно индексикальное выражение. Почему истинные геометрии, истинные математики и так далее, и все другие какие-либо истины, если мы можем их открыть, они не обладают таким статусом надежности, каким обладает высказывание «я мысль следует на существу», потому что индексикальные и неиндексикальные выражения для Декарта обладают разным логическим статусом. Соответственно, только индексикальные выражения, то есть выражения, в которых встречается индексикал «я», как раз-таки могут обладать данной надежностью, в отличие от выражений, в которых индексикалов нет, то есть те, которые не зависят от этого контекста. Поэтому мое обращение к Декарту, оно было в данном случае не как попытка вытащить что-то из Декарта для актуальных дискуссий, скорее наоборот, попытка применить актуальные дискуссии современные к тому, что было раньше. А тогда сразу вопрос, а действительно, почему я гуляю, если существую, неверно? Ей же я там. Да, собственно говоря, потому что мы можем помыслить себе этот самый аргумент о том, что тело у нас не существует. Вот помыслить себя без мысли. Я гуляю мысленно. А это уже другой будет атрибут гулять мысленно. Я пошел в интернет. Ну и так далее. Мне кажется, здесь есть над чем подумать, потому что не просто я, а какое-то конкретное я в связке, сшитое с мыслью, видимо. Но вот тот момент, который вы сказали, что эго редуцировалось, я не знаю, может быть, кто хорошо знает латынь, может быть, вполне возможно достаточно просто окончание глагола для того, чтобы понять, на какое оказывается, потому что к чему я, откуда как бы мне эта идея возникла. В испанском языке, например, местоимения тоже опускаются, потому что можно понять, в каком лице и в каком числе идет речь исключительно по окончаниям глаголов. В принципе, и в русском тоже. Думаю, следовательно, существует. То есть я же думаю. Думаю, нельзя же приписать он думая. То есть в принципе в русском тоже. Здесь я согласен, но вот говорю, здесь возражение такое, что всякое ли сочетание я с чем-то, но вы говорите, что не всякое, только в смысле получается. Ну, собственно говоря, это декартовская позиция, да. А везде, во всех остальных других атрибутах, других свойствах, оно все равно там будет предполагаться. То вот о чем я Анне отвечала, о том, что все равно должно быть некоторое самосознание. Ну, получается, если я верно вас понял, то с вашей точки зрения картезианское корректное высказывание будет всегда. То есть я думаю, что я здесь, например. То есть тогда будет картезианство, правильно понял? Или как? Не я здесь, а я думаю, что я здесь. Хороший вопрос. Я думаю, что да. Ладно, коллеги, давайте уже дадим Ольге отдохнуть. Ольга, спасибо большое за ваш доклад. Спасибо всем большое за внимание. Да, вы бурную дискуссию спровоцировали, которая, я думаю, продолжится в куларах. Спасибо. 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 Спасибо.